Сначала подробности ЧП в Невьянском районе, где зафиксирована вспышкой острой кишечной инфекции. Пострадавшие маленькие дети от 2 до 6 лет. По последним данным число госпитализированных перевалило за полсотни. Ситуация на личном контроле губернатора. В причинах ЧП разбиралась Ксения Лукина. Детский сад в поселке Цементный закрыт на карантин. Больше 70 детей заболели, 54 ребенка госпитализированы. У всех симптомы острой кишечной инфекции. Самым маленьким пострадавшим дошколятам едва исполнилось 2 года. Это одинаково у всех температура. Также понос. У некоторых он до сих пор тошнит. Плохо деткам плачут. Домой хотят. Еще 6 октября в больницу Невьянска стали обращаться родители отравившихся детей. Когда число пострадавших стало измеряться десятками, на место происшествия выехала бригада специалистов, сформированная Министерством здравоохранения. Одновременно с этим до глубокой ночи в Невьянске работал специально созданный штаб. Детей срочно отправили в больницы Екатеринбурга. Заболевших малышей вместе с родителями везли на машинах скорой помощи и автобусах. Дети были осмотрены в приемном покое. То есть состояние всех расценилось как средняя степень тяжести. Было назначено обследование, которое позволит нам определиться окончательно с диагнозом. И назначено лечение. В основном это антибактериальная терапия. Всем пострадавшим, а кроме детей, это еще и три сотрудника детсада, назначено необходимое лечение. Что стало причиной такого массового отравления, наверняка неизвестно. Под вопросом ставился диагноз сальмонеллез. У детей и родителей взяты необходимые анализы. Пока неизвестны результаты анализов. Мы можем только предполагать возможные источники инфицирования детей. Дети употребляли в меню продукты из куриного фарша и омлет. Пищеблок детского сада «Родничок» уже проверили специалисты. Результаты проб будут готовы в ближайшее время. Поставщиков продуктов питания сейчас также проверяют. А использование их продукции в других детских учреждениях приостановлено. А в Цементном, опасаясь за здоровье детей, закрыли даже местную школу. В школе заболевших детей нет. Обстановка спокойная, стабильная. Ведется профилактические мероприятия по плану, по предупреждению заражения инфекционными заболеваниями. Школа, скорее всего, откроется уже в понедельник. А вот детский сад только после выяснения всех обстоятельств ЧП. Делом заинтересовались не только в Роспотребнадзоре, но и в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело. Ситуация на личном контроле губернатора. Поручение губернатора и правительства всем главам муниципальных образований в течение следующей недели организовать на подведомственных территориях проверку организации питания в учреждениях социальной сферы. Проверить, как осуществляется контроль качества поставляемых продуктов питания. По оценкам врачей, малыши сейчас чувствуют себя лучше. У большинства температуру удалось сбить. Однако выпишут детей, скорее всего, только через пять дней. Ксения Лукина, Дарья Степанова, Александр Ржанников. События ОТВ.